У нас есть компания в России. Называется она Mail.ru. Она пропаговала… У нее много всяких спорных штук, но… Да. Она пропаговала недавно вот такой перевод, от которого просто у всех подгорело мощно. И наиболее, наверное, мощно в Петербурге подгорело у меня. Сейчас расскажу, почему. Ну вот здесь, собственно, картинка. Золушка, почему ты плачешь? Я не могу сегодня пойти на бал. Почему? Потому что буду чинить мастер после ребейс. Что не так с шуткой в этой картинке? Какой ребейс в мастере? То есть я даже не говорю там про ветки типа develop, stage и так далее. На всех этих ветках должен лежать protect. Тут можно было бы статью закрывать, но там еще много доводов. И доводы все эти, блин, повторяются из раза в раз, когда пытаются люди наезжать на ребейс. Здесь проблема в протекте веток, который должен быть. Проблема в том, что вообще люди не понимают, что ребейс все-таки в нормальном workflow. Он идет вместе с такой штукой, которая называется git flow, в которой есть shared branch, есть feature branch. Фич-бранч он твой. Используй ты в нем ребейс на здоровье. И ты даже, в общем, должен в нем использовать ребейс, потому что никто в IT не делает все идеально с первого раза. Ну, отправил ты commit, а commit плохой. Ну, не знаю, начиная от мелочей, что ты в нем фрографическую ошибку допустил в сообщении, commit. Ну, вроде фигня, но глаз режет. Мне, например, режет. И заканчивай какими-то серьезными вещами. Что ты сделал три коммита, а потом понял, что это все по-хорошему делается одним коммитом. Ну, то есть в истории. Или что ты сделал коммит, потом, не знаю, поправил семь мест. Вспомнил, что нужно восьмое. На это восьмое место ты сделал еще один коммит. И эти коммиты тебе бы хорошо посквошить. Привести все это в читабельное состояние истории. Так почему ты не можешь этого сделать в своей локальной ветке с git rebase? Ну, то есть что тебе мешает? И, как правило, тебе мешает либо страх rebase, а страх rebase реально есть. Не знаю, поднимите руки, кто боится rebase. Вот. Подожди, ты чувак, который с резюме, да? Да. Ну, вот. Тут ситуация в том, что ты, наверное, у тебя не такой прям долгий-долгий опыт, да, сейчас все еще. Вот. И rebase, наверное, в начале боятся, может быть, и заслуженно. Потому что всех учат, что, ну, если ты откроешь на меня какой-то стандартный учебник, старый или не старый, ты первое, что увидишь, что не трогай rebase. Ты сломаешь все к чертям. То есть ты даже это починить не сможешь. Как там было в комиксе xkcd. Вот тебе три команды в гите. Если все сломается так, что ничего не работает, удаляй весь репозиторий и делай, типа, git init. Git rebase бояться не стоит, если вы понимаете, как он работает. А работает он, типа, очень просто. Вы делаете, там, не знаю, git rebase минус i и помечаете те коммиты, которые нужно посхвошить, выкинуть. Все довольно просто. Есть при условии, что это ваша ветка. А за пределами вашей ветки вы не должны в шарит-бранчах ничего делать. Все очень просто. Простое правило, опять же, как git flow, в том, что в шарит-бранчах вы не меняете историю. И там, условно, вот те вещи, которые я перечислил, 4-5 простых правил, позволяют вам намного, блин, лучше жить. Вот прям реально. У вас даже румянец на щеках будет, как только вы начинаете использовать rebase. Ну, потому что в тот момент, когда вы на это подсели, с этого слезть невозможно. И невозможно понять, то есть между вами и людьми, которые не используют rebase, навсегда проляжет черта. И вы не будете понимать, как эти люди либо боятся ее, если это джуны, либо запрещают ее в командах, если это тимлиды. Вот это я вообще понять не могу. Ладно бы, там, не знаю, ты тимлид запрещаешь что-то там, что влияет на процессы, но это на локальной машине человека. Ну, разреши ты людям использовать rebase. Я, к сожалению, попадал в команды, где у меня не было полной власти. Сейчас я стараюсь в основном держаться тех-тех штук, где у меня есть власть, но тем не менее. Или, по крайней мере, возможно, влиять на вещи. И там был один раз такой workflow, совершенно кошмарный, с одной веткой. Тимлид запрещал rebase, запрещал вообще все. И история коммитов шла примерно вот так. VIP, 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 work in progress, 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 две точки, две точки, две точки, две точки. И при этом вот такой вот миссив из веток, история не плоская. Вот еще в чем плюс rebase в том, что помимо возможности подчистить свою историю, вы еще можете через rebase затягивать к себе изменения. То есть если у вас, условно, в шаре ветки что-то прилетело, вы это можете себе затянуть без лишних коммитов. И это роскошно. У вас вместо паутины веток, вот этой вот кошмарной, четкая, понятная история, вот веточка, вот фича идет, и все офигенно. Короче, я как минимум призываю всех, кто не любит rebase, боится его, задуматься над тем, чтобы хотя бы попробовать его. Наверное, посыл в этом. У меня сейчас немножко добавлю. Вообще, по-моему, вся основная суть этой статьи в том, что используется GitFlow, вот в этом, а не про rebase. Ну, да. Протекты на ветке, я не помню, есть ли про них GitFlow, но, в общем, мне кажется, и даже если нет, это все... Судья полезна, но ее сильно баггаться не нужно. А насчет rebase, одно-то у меня есть только, кто работает с командами, которые вообще бит особо не умеют. У нас rebase это только мастер, он ремастер, без протектора, без ничего. И вот вы пишете что-то, коммитете у себя на локальной машине, и потом, чтобы не делать спул, мерш, пуш, rebase. Ну, GitPull, GitFetch, GitReBase, GitPush. Все. Просто заклинание обзручили, ребята, кто не умеет править. В общем, да. И оно как бы более-менее работает, и работает правильно, не ломай мастер. Я еще за пул с rebase по дефолту. Да, то есть, ну, GitFetch, нет, пул может мерш создать в себя. Пул создает мерш на настягивание, а фетч, он просто стягивает коммит, они не применяют. Поэтому GitFetch, GitReBase, GitPull, GitPush. Ну, окей, да. Ну, короче, это вот такая продвинутая гигиена гита, которую вот просто, не знаю, ее нужно прививать постепенно, как мне кажется. Спасибо.